Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Недельный раздел Торы называется «Баигаш». И это 11 раздел Торы, расположенный в первой книге Баришис. Раздел назван по первым словам текста «Баигаш, Ехуда». И подошел к нему Иуда. И содержит стихи 44 главы 18 стих по 47 главу 27 стих. Если мы возьмем эту главу, мы увидим буквально два условных блока. Первый блок – это Иосиф встречается со своими братьями. И второй – это семья Якова спускается в Египет. И вот мы видим начало. Иуда приходит, просит остаться наедине с Иосифом. Вы помните эту историю. Он начинает просить. Он рассказывает ему историю об отце. Он просит его, чтобы Иосиф помиловал и отпустил Вениамина. И сам готов пойти на его место. Пойти в рабство. И вы знаете, если мы посмотрим вообще на Иуду, то мы увидим очень интересную картину метаморфоза. Знаете, человек изменился. Если вы помните изначально, когда Иосифа, помните, да, это же он предложил продать его в рабство. Он говорит, давайте не убьем его, продадим его в рабство, и не будет крови нашего брата на нас. Ну, продать в рабство в то время – это равнозначно смерти. Но после этого Иуда проходит через определенные, помните, трудности. У него умирает жена, у него умирают два сына. И, вероятно, он что-то пережил. И поэтому его уже сердце готово сострадать другим людям. И, знаете, существует определенный термин. Он называется катарсис. Это в кино, например, скульминационный момент, знаете, вот самое в конце, вот уже, вот ты ожидаешь такой, вот, 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 уже наступает этот момент. Вот самое яркое событие – кульминация. И вот кульминация вот этой первой части Иосиф открывается своим братьям, да. Перед нами эта кульминация. Иосиф говорит, я Иосиф, жив ли мой отец? Вы представляете, 22 года прошло. И что происходит дальше? И мы посмотрим на жизнь Иосифа сейчас кратко. Его жизнь, знаете, интереснее всякого голливудского блокбастера. Если посмотреть внимательно, то он страдал, да, он был продан, он был наказан за преступления, которых он не совершал. Его братья его ненавидели, считая, что его слова высоковерные и гордые, помните? И сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь владычествовать нами? И возненавидели его братья за слова его и за сны его? Они его хотели убить. Ну, не враги, понимаете, братья. Братья его хотели убить, а потом сделали еще хуже, продали его в рабство. За 20 средников. Деньги поделили между собой. Папу обманули. Ну, вообще, вот видите сюжет фильма? Такой вот, именно динамическое развитие сюжета, трагедия. Мы смотрим дальше, он попадает в дом фараона, вы помните эту перипетию, его ложно обвиняют, кидают в тюрьму, он помогает людям, люди его забывают, которым он помогает. И потом происходит чудо, он, Бог дает ему понимание основ, он толкует фараону, и вот он уже на вершине власти. Вы понимаете, вот какой сюжет? То есть, мы иногда читаем Писание и не видим вот это развитие, вот это восхищение, вот это, что же там происходило, как Бог действительно ввел Иосифа. И смотрите, что он, вы знаете, самое интересное, что Иосиф имел право мстить. Иосиф имел право отомстить. Он мог это сделать. Он мог это сделать, но он выбрал прощение, потому что он знал Бога. Он прошел через испытания, он прошел через боль и страдания. И через эти боли и страдания, что он перенес, и благодаря Богу, жизни братьев были сохранены. И благословение последовало ко всем народам, не только к народу Якова. И братья были, конечно, испуганы, они были, ну, я хочу, чтобы вы просто увидели вот эту картину. Иосиф открылся братьям. 22 года он говорит, я, Иосиф, я, Иосиф. Вы представляете, вот эта кульминация, вот этот яркий момент. И что происходит дальше? Вы знаете, какие же мы можем сделать выводы из этого? Мы можем, я сделал два вывода. Один из них, Иосиф, он прообраз Ишуа. Мы можем увидеть, что Ишуа, так же само, как Иосиф, был отвержен своими братьями. Он страдал за наши грехи. Не за свои грехи он страдал. Потому что его братья интерпретировали его слова, как высокомерные. Да? И стали, помните, это местописание в Евангелии от Иоанна. И стали иудеи гнать Иисуса, и стали убить его за то, что он делал такие вещи в субботу. Помните, это было исцеление. Иисус же говорил им, отец мой даны не делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Потом мы можем увидеть, что, как Иосиф, он прошел через испытания и страдания, да? И очень много пришло через него. Пришло спасение, пришло прощение. И он не имел вида и невеличия. И Исайя об этом говорит, что он был презрен и умолен перед людьми, муж скорби и сведущей болезни. И мы отращали от него лицо свое. И самое интересное, что братья не узнавали в Иосифе брата. Так и Иешуа сегодня для многих евреев не является братом. Он чужой Христос. Он чужой Бог, а не родной Машех. Но, знаете, я верю, что придет момент, и пелена спадет с глаз, как написано, что... И они увидят в Ишуа, в Иисусе своего брата, Ишуа Ахину, Ишуа наш брат. В книге Захарии об этом очень хорошо говорится. Вы посмотрите, история Иосифа, его жизнь, история Ишуа, его жизнь, как много параллелей. И там Иосиф открывается своим братьям, и здесь, в наше время, Иосиф открывается своим братьям. И мы начинаем видеть вот это великое время восстановления. И, знаете, еще одна параллель. И одна параллель, я... Это параллель Иосифа и грядущих событий. Смотрите, мы научились видеть Ишуа, Иисуса в праздниках Господних. Да? Ну, мы их называем еврейские праздники, то есть те праздники, которые Бог дал Израилю. Правильно? Мы видим Ишуа где? Мы видим, что он господин Шабата, да? Мы видим, что он агнец Божий, который взял на себя грехи мира в Песах, да? Как тот ягненок, который умер в Песах, чтобы смерть прошла. Что он безгрешный, как это маца, бесквасное тесто. Мы видим, что он шамаш в Хануку, который зажигает огонь. То есть, столько много символизма, столько много интересного. Мы научились видеть Ишуа в этих праздниках. Мы научились видеть его. Но наступил интересный, ну, как бы, такой момент, который я хотел бы ответить. Мы перестали его видеть в каких-то обычных и привычных вещах. В христианских праздниках. Мы просто разучились его там видеть. И знаете, скоро, почему вы спросите, я так решил? Я вам отвечу. Скоро в мире будет Рождество. И весь интернет, весь христианский мир поделится на две части. Одни будут говорить, это хороший праздник, а вторые будут говорить, это плохой праздник, это языческий праздник. И нам не нужен этот праздник. Мессианские евреи делают практически так же. Мы делимся вот на две части. Мы говорим, да, это хорошо, нет, это плохо. Мы начинаем вспоминать всякие вертепы, ой, это была Изида. Потом мы вспоминаем древних кельтов. Потом мы говорим про Сатурнали и Рима. И мы начинаем говорить, все, это неправильно, это не то. Но знаете, и вы понимаете, и эта сторона будет права. Потому что действительно много языческого вошло в эти дни. Много неправильного, небиблейского вошло в эти дни. Но давайте будем честными. Многое небиблейское вошло и в еврейские праздники. Многое небиблейское вошло и в еврейскую традицию. Ну, например, знаете, и самый главный критерий, что мы это делаем, это еврейское. Но это делают евреи, поэтому оно правильно. Ну, я вам скажу маленький секрет. Вы помните прошлую проповедь нашего Рэбе. Вишуа не зажигал Ханукию и не кушал со своими апостолами пончики. Но не было этого еще тогда. Это в дальнейшем, в пятом, шестом веке возникла традиция. А вообще саму Ханукию начали зажигать где-то в девятом или десятом веке. Мы смотрим дальше. Нету заповедей зажигать шаббатные свечи. Но мы их зажигаем. Нету заповедей носить кипу. Но мы носим. И мы считаем, что это нормально. Но наступает момент, конечно, я согласен. Мы не знаем даты, когда родился Ишуа. Мы можем представить, посчитать их. Мы можем подумать, что мы знаем. Но на самом деле мы не знаем, когда он родился. Мы знаем самое главное, что произошло. Мы знаем факт рождения еврейского мессии. Мы знаем, что он родился и исполнились библейские пророчества. То, что говорили пророки, оно произошло. Помните, как Негеокий ангел говорил? И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которую будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Ибо родился в городе Спаситель, который есть Христос Господь, который есть в Машеах, Адунай. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Давайте не забудем, что первое Рождество было сугубо еврейским. Кто его праздновал? Его праздновала еврейская мама и Иосиф, еврейский папа. Хотя папа Бог, но мы знаем, что он был рядом с Марией, он был мужем Марии. Его праздновали еврейские пастухи, которые пасли в поле овец. Его праздновал ангелы Божьи. Это происходило не в Риме, это не происходило на Буковине, это происходило где? В Байтлихэме. И знаете, вот это слово «знаете». Этот факт служит хорошей возможностью для нас, для нас, верующих, в еврейского Мессию, донести благою весть евреям и неевреям, и при этом два раза в год. Разве это плохо? Мы смотрим на что-то языческое, и мы не замечаем, что это праздник, в котором есть Ишуа. Как Иосиф, сидящий на троне фараона, говорит, я ваш брат. Так и сегодня в христианской, в этом Рождестве, вот скоро будет Рождество, как мы будем относиться к нему. Это неправильно, но праздник, день, что произошло в этот день, кто родился в этот день, кто он для меня, вот что важно. И один еврейский верующий, он жил в Польше в 1938 году, его звали Виктор Бускбазин, он был известный проповедник, благой вести среди евреев в Польше, он сказал так, «Что касается Рождества, оно вовсе не является библейским праздником. Если его надо соблюдать, то только как еврейский праздник, например, как Хануку, ибо что еще более достойно добровольного соблюдения, если не приход в мир Мессии, через которого все могут иметь свет жизни». Итак, как Иосиф открылся своим братьям, как мы видим в Иосифе прообраз Ишуа, так и Рождество должно вернуться в еврейский мир, как праздник исполнения пророчества о рождении Мессии Израиля. И это мое мнение, это мое личное желание, это мое понимание этой главы. Я очень прошу Господа, чтобы Он благословил нас. Давайте мы и встанем, и поблагодарим Господа. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты, Боже, был прославлен, Господь, в каждом дне. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Боже, открывался в праздниках. Ты открывался, Боже, через отношения, через Слово, через Писание, через нашу проповедь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы, Господи, пришло это время, когда Ты скажешь, «Я Иосиф, я Ишуа». И мы были свидетелями и участниками этого действия. Мы благословляем Израиль во имя Ишуа на спасение вечное в Господе. Амэн. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА